МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. И главное к этому часу. Решение социальных вопросов требует президент от руководителей районов. Глава государства согласовал ряд назначений в местной вертикали власти. Посетители более 10 торговых центров Санкт-Петербурга эвакуировали из-за сообщения от заложенных бомбов. Официальных комментариев нет. И предвыборная гонка в Канаде. На пост мэра Сен-Джонса претендует пёс. Собака хочет сделать жизнь в городе лучше. Оснований для роста цен в Беларуси нет. Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти. Президент подчеркнул, что у глав райисполкомов становится больше полномочий. Пример тому уборочная кампания, но и спрос особый. Новым руководителем Александр Лукашенко еще раз обозначил круг социальных вопросов, которые предстоит решать на местах. Это контроль ситуации в ценообразовании и создание новых рабочих мест. Особое внимание выполнению задачи по увеличению средней заработной платы до 1 тысячи рублей. Главная задача у нас сегодня социальная. Занятость населения, борьба с безработицей. Пусть у нас там она мизерная, но каждый человек должен иметь возможность работать и зарабатывать. Занятость вопрос очень важный. Людям надо предлагать работу, надо создавать новые рабочие места. Но, естественно, с этим и заработная плата. И третье направление – ценообразование. Контролируйте, никого не боясь. Вы должны видеть. Пускай это люди вам будут вас информировать, контролеры ваши и так далее. Подключите к этому профсоюзы. Они очень эффективно это делают. Они вам подскажут. Вы предупредите всех, кто у вас занимается этими продажами и так далее. А потом, получив информацию, проверьте и снимите кому-то голову, если он необоснованно задирает цены. Подойдите аккуратно к этому вопросу. Сделайте так, чтобы предприятия не свернули свою работу. Вы знаете, как там можно с ценами поработать, что завтра все перестанут работать или час. Но, в то же время, вы должны видеть, что у нас сегодня нет оснований для роста цен. Наоборот, инфляция у нас сокращается. Но хотя бы застолбиться на этом уровне, который мы имеем. Сегодня же глава государства назначил нового министра природных ресурсов. Ведомство возглавил Андрей Худык. Валерий Колесник, как чрезвычайный полномочный посол Беларуси, будет представлять интересы страны в Индонезии по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах. Пункт управления региональной группировки войск перед стартом учения «Запад-2017» проверил связь между полигонами и совместным командованием Беларуси и России. С 9 утра подразделения начали выполнять учебно-боевые задачи, цель которых – предотвратить деятельность диверсантов и разведчиков условного противника. Пункты управления развернуты. Система управления создана и функционирует в полном объеме. Сейчас прошло уточнение задач. Наиболее активные действия в настоящий момент ведутся на участках местности Дрейтунь, Лепельском полигоне и полигоне Лосвида, где войска практически выполняют задачи по поиску, блокированию, уничтожению диверсионно-разведанных групп и незаконных вооруженных формирований в глубине нашей страны. Отмечу, что сценарий учения рассчитан на два этапа. Следующая активная фаза начнется 17 сентября и закончится 20-го. Беларусь нацелена на более активное сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с главой этой финансовой структуры – суммой Чакробарти. Президент отметил, что Беларуси и ЕБРР следуют общей цели и пытаются найти наиболее эффективный механизм использования госсобственности. Но есть и другие точки соприкосновения. Наша страна сейчас активно развивает средний и малый бизнес и надеется на поддержку банка в реализации таких проектов. ЕБРР инвестирует в развитие инфраструктуры. Один из возможных проектов – возвездение магистрали на юге Беларуси, которое стало бы полноценным транспортным коридором для товаров и грузов из Европы и Азии. Одна из просьб, которую я хочу адресовать вам, она как раз в тренде Европейского банка реконструкции и развития. Это поддержка малого и среднего бизнеса. Имея в стране определенную стабильность и безопасность, управляемость, мы хотели бы предоставить инициативным людям больше свободы в самореализации, скажем так. Прежде всего, в производственной сфере, в сфере услуг и так далее. И мы очень бы рассчитывали на вашу поддержку здесь. И более глобальная проблема – проблема инвестиций в инфраструктуру. И инфраструктуру, которая обслуживает не только Беларусь, и даже не столько Беларусь, сколько Европу и Азию, весь евроазиатский континент. И, конечно же, несмотря на то, что у нас неплохая инфраструктура, и она пока справляется с этими потоками, нам надо думать о том, чтобы эта инфраструктура была на самом высочайшем европейском уровне. Мы вам благодарны, что вы инвестируете в развитие дорожной сети и так далее. Но этого недостаточно. Примером тому являются наши переговоры по прокладке более широкой магистрали по югу Беларуси, чтобы южный поток Китая, Центральной Азии, России перехватить и направить через юг, через Гомель, на Брест в Европу в двух направлениях. Предоставляя нам определенную поддержку, вы, конечно, делаете благо для нас, но это двусторонний процесс. И это полезно и для Европы в том числе. Конечно, в центре внимания банковская сфера. В этом направлении тоже ведутся активные переговоры. Глава банка высоко оценил усилия Беларуси в развитии зеленой энергетики. А в целом он назвал сотрудничество Беларуси и ЕБРР стратегическим. По итогам переговоров стороны договорились составить дорожную карту, где будут прописаны конкретные проекты со сроками исполнения. Поскольку в настоящее время сотрудничество между Беларусью и банком расширяется, мы будем вести речь об инвестициях банков в Беларусь до 200 миллионов евро. Мы активно участвуем в различных сферах, в частности в транспортной. Сегодня обсуждали вопросы модернизации трассы М-10. Но речь будет идти и о других вопросах в транспорте. В Беларуси Европейский банк реконструкции и развития сотрудничает уже 25 лет. Только в этом году банк выделил нашей стране 85 миллионов евро. А общая сумма финансовых вливаний составила около 2 миллиардов. На эти деньги уже реализуются многие проекты, в том числе в сфере водоснабжения. В Лиде, Полоцке, Орше и Витебске идет реконструкция очистных сооружений. А в Барановичах и Слонями начато строительство биогазовых комплексов. В Минске открыли крупнейший в Беларуси дата-центр. Это высокотехнологичная площадка. Предназначена для размещения серверов различных компаний и аренды виртуальных ресурсов. Под комплекс отведена площадь, сравнимая с пятью футбольными полями, и проложена сеть с рекордной скоростью – 1 терабит в секунду. Дата-центр будет работать в режиме 24 на 7. Эксперты утверждают, что запуск комплекса позволит сформировать внутренний облачный рынок, экспортировать услуги за рубеж и снизить затраты государства на развитие IT-сферы. Наличие вот такого рода инфраструктуры – это очень важное условие и для развития так называемых больших данных. Ведь что такое большие данные? Вы когда собираете информацию о самых разных процессах, каждый разрозненный элемент информации вам никакого большого эффекта не дает. Но как только вы собираете, условно говоря, с миллиона объектов, или с 10 миллионов, или с 100 миллионов объектов, то появляются уникальные возможности. Обработав эту информацию, мы получаем новые экономические сферы деятельности, новый эффект, новые, собственно говоря, как практические, так и финансовые результаты. Сегодня Беларусь – один из европейских лидеров области высоких технологий. В нашей стране будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии. Об этом неоднократно говорил и глава государства. Во время ежегодного послания народу и парламенту президент фактически обозначил курс на создание IT-страны. Открытие нового дата-центра – часть этой глобальной стратегии. Беларусь – это второй подобный объект. Планируется, что комплекс уже в первые годы работы принесет минимум 2 миллиона долларов прибыли. Посетители более 10 торговых центров Санкт-Петербурга эвакуировали из-за сообщения о заложенных бомбах. Рабочие места пришлось покинуть и сотрудникам администрации центрального района города. По всем вызовам проводятся проверки. Официальных комментариев пока нет. Однако из различных источников поступает сведение, что звонки с угрозами аминирования инициировали люди, связанные с группировкой «Исламское государство». Подозреваемых намерены объявить в международный розыск. Напомню, волна анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах по всей России продолжается пятый день. Пока ни в одном из случаях угроза не подтвердилась. Три подрыва устроили боевики на юге Таиланда. В одном из случаях на воздух взлетел автомобиль с саперами, которые направлялись к месту первого взрыва. Между террористами и полицией завязалась перестрелка, а несколько специалистов получили серьезные ранения. Позже один из них скончался в больнице. Последнее взрывное устройство активировали, когда стражи порядка проводили осмотр в пострадавшем районе. В итоге различные травмы получили не менее 17 человек, в том числе гражданские. Контракты, подписанные в ходе визита белорусской делегации в Индии, могут увеличить товарооборот между странами до миллиарда долларов. Сегодня итоги достигнутых договоренностей подвел председатель белорусской торгово-промышленной палаты. Несколько соглашений заключили наши машиностроители, причем работать стороны намерены в том числе на рынках третьих стран. Например, БелАЗ договорился о совместных поставках 50 большегрузов в Мозамбик. Кроме того, продолжается обсуждение о создании на территории Индии наших сборочных производств. Присматриваются партнеры и к белорусским электробусам. БелЗарубежстрой, наша компания, которая работает на рынках самых дальних стран, подписали соглашение с Национальной строительной корпорацией, долгосрочное о сотрудничестве, участии белорусских специалистов в проектировании и в реализации строительства объектов. Наш концерн Белнефтехим имел опыт. В штате Осаша они реализовали проект. По увеличению нефтеотдачи месторождения подписано новое соглашение, и наши специалисты пойдут на новый объект. Еще одна белорусская компания, которая занимается струнным транспортом, намерена реализовать совместный проект в одном из портов Индийского побережья. По предварительным оценкам, достигнутые договоренности уже в следующем году позволят увеличить объем торговли в 2-3 раза. Пока он составляет порядка 400-450 миллионов. И последние необычные подробности всплыли в ходе предвыборной гонки в канадском городе Сент-Джонс. Там на пост мэра претендует собака. Хозяин пса утверждает, что финн, так зовут питомца, неутомимый труженик и планирует помогать малому бизнесу. И в целом, работать не напролет, чтобы сделать жизнь в городе лучше. Каким образом собака намерена воплощать планы, неизвестно. Предвыборной программы Фина пока нет в документе. Она известна только со слов его хозяина. Такова информация на этот час. Следующий выпуск в 19.30 проведет мой коллега Сергей Прохоров. Всего доброго.